здравствуйте мои хорошие мои любимые территория муколит мармс соловьем я пока еще петь не могу еле-еле все у меня сипит и хрипит но энергия у меня просто море горло болит а энергии полно и сегодня я задумала печь целых три пирога я не знаю потому что те самые сливовые обычные и необычные легендарные все смели и все домашние спрашивают почему они все время такие маленькие для тех кто не знает это у меня просто ангина нет я не спившаяся блогерша и не не выкурившаяся просто болит горло это для тех кто не знает а для тех кто знает что у меня ангина большое спасибо вам всем за ваше пожелание для моего скорейшего выздоровления я бы очень с радостью но у меня слабое место горло у меня как болит горло сразу садятся связки и говорить я почти не могу а чтобы я да не говорила да вы что тогда я буду шипеть как змея но говорить я буду все равно ну в общем и хочу своих родных порадовать пирогами потому что всего этого так мало я решила сегодня сделать много целый день чтобы вот пироги 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 чтобы наконец от меня все отстали будет когда-нибудь такое или нет в общем сегодня мы будем с вами печь целых три пирога один тоже кстати легендарный потому что его пекла моя бабушка его пекла моя мама и научила меня как делать эти пироги мясной сладкий а вот яблочный он совсем совсем эстонский рецепт вы его много раз видели на канале я повторяться не буду я не не даю как грубо говоря рецепт я просто показываю как я живу чем я кормлю и вы просто кому это интересно кто хочет разделить со мной мою мой день мою жизнь на пафосных больно звучит да но мой день давайте вместе с вами жить готовить кормить семью в общем как у всех абсолютно обычных семей значит сегодня первый пирог у нас с вами значит во первых мы будем с вами делать сами дрожжевое тесто так как меня учила моя бабушка и моя мама хотя я показывал на канале уже но может быть новенькие не знаю только включились какая-то хрипатая тетка что ты хочешь в общем будем делать дрожжевое тесто я сама ставлю опару делай дрожжевое тесто из него делают потрясающий мясной пирог с картошкой с луком потом мы будем делать с вами брусничный сладкий пирог с решеткой знаете у меня когда была маленькая у меня бабушка спрашивала яночка какой-то пирог хочешь я подходила мне было года два наверно и я рисовала на столе вот такой вот решеточку к крестики нолики говорила бабушки москвинский бабушка называла такой пирог московский с вареньем с решеткой из дрожжевого теста вот и третий пирог будет большой пирог яблочный на канале он тоже есть в отдельности это песочное тесто очень много яблока с корицей с кардамоном и все залито таким как бисквитом и потом и когда вынимаешь посыпаешь сахарной пудрой ароматами потрясающие и я убиваю этими пирогами всех убью чтобы не мешали мне жить абсолютно кушать просят нескольких зайцев значит это и завтрак и обед и ужин тот кто хочет есть подходит отрезает себе этот пирог любой берет стакан молока кофе какао и все тишина в доме может быть все таки но насколько всего хватит ну давайте начнем что ли а я ставлю опару опару ставлю из пол литра молока будет у нас с вами пирог мясной пирог еще какой-нибудь сладкий чего-нибудь у нас с вами да будет потому что эти сливовые и простой и легендарных ушли конечно мгновенно и все снова хотят пирога поэтому я поставлю опару сейчас как учил меня мама бабушка надо на дрожжах вот будем с вами опару ставить на пол литра молока 50 грамм дрожжей сейчас поставим голос у меня совсем нету но это мне не мешает несколько болтать продолжать в общем это с утра мой завтрак заварила колдрекс 1000 миллиграмм я беру всегда самый сильный он сейчас снимет у меня это все хрипоту и все прочее и положила туда две чайные ложки своей брусники брусничного варенья с яблоками с корицей и с гвоздикой такой пряный как бы такая прелесть просто сижу чай попиваю примус починяю и сейчас будем с вами дрожжи разводить каникулы продолжаются кристина смотрит кинг-конга поставила ей и она собирает здесь делает свою работу потрясающую заканчивает уже вот эту собачку из блесток тончайшая работа конечно гвоздики вот эти на я показывала вам очень красиво прямо над блестит я и потом поставлю повешу на стенку ну вот 100 грамм дрожжей у меня здесь на пирог нам пойдет с вами 50 грамм я отрезаю с чайной ложечкой сахара буду растворять обычно это кристина на забота и поручение но сегодня она занята сегодня я делаю когда все дома и когда по рогами на тоже так здорово уютно так теперь будем пока они не будут жидкие ковырять их в детстве мне мама поручала занятия когда выросли я выросла дети мои делали это дрожжи растворяли сахар мне так нравилось что сначала не такие крепкие потом вдруг становились жидкие из остальных дрожжей надо будет сделать маску может быть с молоком или с перекисью водорода красная маска для лица мы с вами делали как-то дрожжи дрожжевая маска это чудесно вот она стала смотреть эти дрожжи стали совершенно совершенно жидкие этот процесс люблю с детства но вот молочко у меня такое тепленькое и теперь я туда дрожжи прямо так вот помою кружечку теперь просеиваю сюда в тепленькое молочко чуть-чуть муки и все все перемешиваем накрываем полотенцем чистым и в теплое место на час-полтора у меня в духовке есть специальная программа для поднятия теста я поставлю туда все отправляется отправляется подниматься наша пара теперь 100 грамм маргарина и 100 грамм сливочного масла я делаю 50 на 50 так будет лучше в тесте не только сливочное масло иначе оно очень разъезжается 50 грамм 100 грамм простите маргарина и 100 грамм сливочного масла я растапливаю пока наше тесто поднимается оно растопится и не будет таким горячим вот так масло и маргарин растапливаем ну вот время наше первое вышло растопилось масло с маргарином вливаю тесто чтобы оно было не горячее ни в коем случае чтобы не убило наши дрожжи теперь всыпаем сюда муку и несколько столовых ложек растительного масла тогда дрожжевое тесто вот этот пирог не будет так быстро черстветь всем этим хитростям научила меня мама и бабушка и еще немножечко сахар кладем это для игры дрожжей и теперь всю всю муку я сюда кладу и вымешиваю гладкое гладкое тесто как говорила и учила меня мама чтобы руки были как вымытые то есть оно должно отлипать и быть очень эластичным ну а сейчас мы с вами попробуем еще добавляем муки я просеиваю ее сразу вот просеиваю ну вот такое тесто у меня вышло эластичное смотрите какое оно ну вот такое тесто у меня вышло эластичное отличное я его опять в программу в духовку на 30-40 градусов но на часик и буду его периодически вынимать обнимать и обминать вот такое дрожжевое так я делаю дрожжевое тесто ну вот наверное минут 40 прошло смотрите как оно поднялось на всю кастрюлю я его немножечко так вот пообнимаю обминаю муки практически не добавляют оно будет слишком жестким выпускаю здесь углекислый газ из него из-за этого его жмакают вот так прям пузырьки под пальцами чувствую еще мы тут с девчонками задумали уборку пылесосим все на свете неохота лежать болеть раскисать хочется накрасить помадой рот сбрызнуться духами месить пироги улыбаться и общаться никаким вирусом нас не одолеть правда так ну еще минут на 40 пусть поднимается дальше смотрите как оно поднялось вообще шикарно последний раз потискаю его и можно печь пирог первый у меня будет пирог мясной очень все просто делается тут делать нечего сейчас я почищу картошку приготовлю фарш и репчатый лук перец соль раскатаем положим начинку и в духовку все очень просто предельно но вкусно и знаете эти пироги заменят мне здесь для семьи обед и ужин и завтрак такие уже основательные пироги что не надо как бы ничего кто хочет кушать подходит заваривать чай кофе или просто наливает молоко и отрезает себе кусок пирога пару дней можно пожить спокойно картошечку лук понабрала теперь почищу ну вот из части теста начинаю раскатывать дно а из второй части у нас будет крышечка вот я прямо на пергаментной бумаге начинаю раскатывать чтобы не сыпать здесь миллион этой муки на столешнице везде прямо с этой же бумагой потом идет противень здесь раскатаю и в противень укладу укладу уложу вот раскатала такой чуть-чуть с бортиками теперь сюда будем с вами выкладывать слоями картошку лук и фарш ну вот теперь слоями накрошила здесь кружочками себе и буду выкладывать вот так вот застилать так сказать картошку разложила теперь я сюда вот так вот кусочки фарша да я как-то вам показывала уже как я этот пирог делал этот пирог вообще бабушки а потом это делала пирог этот мама она меня научила в общем раскладываем вот таким ковром фарш я фарш взяла свиной из гроз и магазина мне он очень нравится покрываем в общем всю картошку этим мясом вот разложила мясо теперь посолю этот слой и поперчу и будем с вами нарезать кружочками лук и тоже покрывать ковром следующим слоем лук репчатый и вот теперь лучок вот такими кружочками я колечками нарезала и вот так буду укрывать здесь ну вы поняли в общем слоями никакого искусства здесь нет все очень просто предельно скажем так вот так укрыла луком и теперь следующий слой снова картошка и опять 25 вот так теперь картошкой следующий слой опять закрываем теперь снова мясо снова соль перец и сверху лук снова лук и у нам с вами остается еще один последний слой заключительный будем закрывать это все картошкой многослойный видите какой и тем не менее он не печется никакими часами достаточно все это быстро запах стоит невероятно совершенно ну вот фарша я кладу сюда много у меня ушел почти килограмм не почти а килограмм на все слои потому что мои любят когда мяса много когда душок вот этого черного перца тоже не сильно а вот душок ну потому что у меня дети муж любит конечно чтобы побольше перца было этот пирог это прекрасно заменяет полноценный ужин обед или завтрак я еще раз говорю что это удобно подошел отрезал кто хочет красиво как пахнет хорошо ну и заключительный слой наш картошка пошла ну вот все уложила последний ряд картошки опять соль перец теперь раскатываем крышечку и закрываем весь этот наш пирог сверху крышкой раскатала вот прямо на бумаге крышечку и вот так прямо переложила иначе ее сюда не донести вот и теперь хорошенечко надо защипить бока вот здесь соединить с тестом чтобы начинка наши сок не вытекал в середке я всегда делаю вот такую дырочку как учила меня мама и бабушка дырочку вот и вилочкой прокалываем все это всю поверхность обязательно ну и кто чем смазывает я яйцом не люблю я уже говорила может быть или водой обычно я делаю или молоком чтобы золотистая корочка была духовку разогрела на 175 градусов вверх и вниз так вот он не спеша будет у нас с вами печься до готовности ну молочком все-таки смажу и будем с вами сидеть и нюхать и ждать у меня осталось еще кусочек такой дрожжевого теста я из него сделаю сладкий пирог с брусничным вареньем брусник у меня своя я сама варила с яблоками с корицей и с гвоздикой вот в такую форму положу бумагу пекарскую вырежу сейчас ее кружочком я вот так вот складываю пекарскую бумагу как самолетиком я уже показывал потом вот так вот отрезаю кружочек и у нас с вами получается эдакая аромаш вот так и можно спокойно положить сюда теперь я наш этот цветочек вынула бумагу прямо на столе вот на этой бумаге раскатываю тесто по диаметру который нам нужен и небольшой кусочек теста я еще оставила чтобы сделать жгутики решетку на наш пирог раскатала этот цветочек бумагу опять вместе с тестом сюда форму поместила теперь надо присыпать немножко крахмалом у меня картофельное дно потому что у меня варенье жидко и чтоб она никуда не убежала чуть-чуть крахмала на дно если очень жидкое варенье то можно само варенье смешать с крахмалом но я только присыплю сейчас дно немножко пальцами прямо так его разровняю чуть-чуть совсем и теперь сюда можно выкладывать наше варенье любимое варенье кое у вас есть может быть даже знаете консервированные половинки персиков можно но вот у меня есть собственное брусничное варенье еще с корицей с гвоздикой это очень вкусно выкладываем ну вот у меня варенье видите она достаточно жидковатая не течет конечно но все таки все таки такое вот так и теперь скатаем жгутики положим решетку просто так колбаски эти катаю все ну вот такой пирожок у меня получился из теста остатков дрожжевого что у нас с вами было мясной пирог выйдет это пока на расстойке постоит смажу чуть-чуть молочком здесь его тоже эти полосочки и тоже пойдет она у нас с вами в духовку но еще я буду делать еще один пирог свой обычный яблочный пирог вы его очень много раз видели его не показываю на песочной основе яблочные его тоже сделают что просят так что на сегодня с вами два сладких и один мясной еды на готовлю но теперь я для своего яблочного пирога с песочной основой в двойную дозу тут честно почему я погрязну в пирогах погрязну буквально песочная основа буду сейчас чистить яблоки готовится к третьему пирогу песочное тесто сделала для яблочного пирога спра отправляя его на полчасика холодильника и яблочки буду чистить вынула я мясной пирог из духовки запах конечно стоит такой знаете до потери сознания беру кусочек холодного масла на вилку и вот так вот эту всю корочку смазываю сливочным эстонским маслом как у меня всегда делает бабушка и мама а когда кусочек вот этот остается чуть-чуть тут на вилочке тогда вот эту в окошко в эту дырочку остатки а в нашу духовку идет следующий пирог с брусничным вареньем сладкий пирог живет духовку печься пирог должен капельку постоять остыть но минут даже 10-15 и тогда можно будет разрезать какой же аромат вы не представляете это конечно что-то запах детства знаете я чувствую что сегодня с этой кухни вообще не уйду пока одно делаешь 2 из духовки 3 крошишь и как-то все только нюхают и все так страшно заняты слушать все так заняты муж бегает туда-сюда заводит машину да все время дверь только хлопает одна старшая работают у младшей там такое рукоделие все прям не могут ни от чего оторваться только когда появляются пироги почему-то все резко освобождаются не знаете почему так яблоко начисила покрошила вот такими не толстыми дольками прямо старалась тоненьким я всегда снимаюсь яблок шкурку вырезаю сердцевину в общем все готово теперь сюда корицы и кардамона господи как же это вкусно пахнет особенно хорошо когда это в сочетании с кардамоном не просто с корицей еще с кардамоном кардамоном как-то прям особую вкусноту дает всему этому теперь немножко сахара сюда пару столовых ложек и перемешиваем нереальный запах конечно игра кардамона с корицей с яблоками я не знаю что может быть лучше но вот слива слива тоже любят корицы тоже здорово но яблоки это вообще ее родное с варенье вытащила из духовки тоже готов сейчас вот эти полосочки на смажу с сливочным маслом тоже пусть тоже немножечко остывает отдыхает этим резать подавать еще 3 идет до в эту в духовку песочное тесто у меня сейчас там будет с яблоками на 15 минут и потом заливочку еще сделаем на красотища смотрите какая детки уже бегают вокруг для яблочного вот вынула тесто из холодильника ну там час больше пробовал пробыла пока мы пекли с вами все остальное теперь всю и яблочную начинку мы вот сюда выкладываем вот всю начинку выложила яблочную теперь это в духовку идет на 15 минут я пока тем временем сделаю заливку зальем еще на 15 минут и в общем у нас с вами и яблочный будет готов через 15 минут я вынула наш этот яблочный пирог и теперь заливаю его заливкой специальный специальная заливка здесь растопленное сливочное масло есть яйца взбитые с сахаром водичка взбиваем типа бисквита и заливаем через 15 минут вынимаетесь вот из духовки нашим противень с предварительно запеченными яблоками поливаем вот этим бисквитом наверх и еще минут 20 до готовности держим наш пирог в духовке залила и еще до готовности на нас там посидит зарумянится так уже стоит очередь у меня здесь кристина рядом давайте резать мясной смотреть пропекся он или нет и каков он на вкус какой же аромат друзья мои это просто невероятно я когда в школу ходила и мама пекла этот пирог на выходные в пятницу вот я отрезала вынула два куска но конечно ты тут и ты тут как тут мясной пирог ну конечно здрасте вы смотрите какой он в разрезе вот так не здесь легче вам показать в общем вот такой в разрезе очень вкусный ну так вот когда у меня мама пекла по пятницам этот пирог я всегда знала на первом этаже мы жили на седьмом что на первом этаже в лифте я уже знала что мама печет этот пирог запах и аромат на весь дом был такой что пахло в лифте я приходила к ней говорила мамочка ты печешь пирог это чувствуется с первого этажа это действительно было так с первого по седьмому по этаж это аромат был на весь дом действительно а теперь попробуем вот этот брусничный ну чем же он плохо чем же он плохо красавчик с кружкой чуть теплого молока хочется конечно с холодным но у всех горло теперь уже болит у всех уже у сандры болит у кристина уже лучше муж еще пока не держится посмотрите сколько начинки сколько в нем начинки это же просто потрясающе вот он здесь есть вам здесь показываю в разрезе очень много начинки очень и очень тонкое тесто но я люблю что было тонкое это так называемый москвинский пирог ну вот как я в детстве московский бабушку меня называла его почему-то так с брусникой вот тоненькое тесто все пропечатать пропечатать пропеклось вот такой пирожок простой простой достала наш последний пирог яблочный посыпала его сахарной пудрой теперь он чуть-чуть остынет будем снова разрезать снова всех кормить вот так у нас с вами сегодня изобилие пирогов вы представляете какая боевая мама она болеет и все равно сделала пироги целых три целых три меня ничем не возьмешь не не дождетесь разрывают на части голодуши разрезали яблочный вот такой смотрите прямо сочный и этот яблоки карамелизируются когда они так вот пекутся не в толстый слой в общем вкуснотища это я так демонстрирую потому что меня уже уже вырывают эту тарелку из рук вот так мой хороший целый день как это говорится дребедень то один пирог то второй то третий устала конечно весь день как-то я провозилась с этим но тем не менее кристина такая счастливая мне говорить с мясного потом этот потом этот обычно дети знаете на всяком случае мои не очень хотят вот эти мясные а когда я пику первым делом даже если на выбор есть сладкий первым делом этот мясной это потому что легендарный пирог моей бабушки моей мамочки вот поэтому сегодня у нас с вами вот такое вся в пирогах как шелках вот и я надеюсь что завтра мы начнем займемся с вами чем-нибудь таким ну наконец-таки не кухни потому что здесь у нас с вами вроде всего на пике на пике но нету голоса скоро я буду только шептать и говорить жестами но молчать не буду не ждите не дождетесь вот а завтра мы с вами наверное будем пересаживать цветы пересаживать будем на лины потому что у них там прямо корешки уже торчат и надо купить землю надо купить горшки и надо пересаживать просто очень жалко эти на линочки они хотят хотят земли хотят больших горшков вот ну а сейчас я с вами прощаюсь подписывайтесь пожалуйста на канал кому понравилось видео кому не понравилось тоже подписывайтесь ставьте лайки нечего там жалко вам столь больной несчастной женщине поставить лайк и колокольчик и все там нажать надо подряд ну сами знаете я желаю вам всем хорошего настроения здоровья не болейте пусть вашем доме пахнет пирогами звучит приятная музыка детский смех и не только мужской тоже и женский чтоб все смеялись не ругались чтобы у вас все все было хорошо хорошего настроения и до завтра друзья мои хорошие пока пока